смотрим как обходятся с моими своими своими и как как они обманывают всех используя шикарные фотографии сейчас я пойду на кухню кипяточку сюда подарю и мы продолжим так и и и и и и и Если люди будут верить моим недоброжелателем, у них никогда садов не будет. Так, идем дальше. Я критику растяну на несколько вебинаров. Итак, смотрите, вот эта вот, видите, эта красная самая фотография, она сделана с моей папки. Это я прямо с экрана фотографировал. Видите, да? Смотрите сюда. А это крупный план. Ну, фотография делалась недавно, в январе 20-го года. А сама фотография делала в 2007 году. А теперь представим себе, что ее разрезали. Я сейчас объясню, почему. Механика какая. Разрезали пополам, левую половину выкинули. Правая половина, внимание. Сейчас. Вот правая половина. И вот она оказалась вот здесь. Вот она. Можете внимательно не приглядываться. Просто поверьте, это она. Вот. Теперь смотрите. Почему я это показываю? Дело в чем. Если помните, вот эта фотография, которая вот так была обрезана, еще уже четвертинка была. Ну, в самом верху. Я вам показываю, я говорю, как. Отрежем эти плодовые веточки, потому что они потом высохнут. Вот эту дикость, дикую, как раз использовали в мою фотографию. Вот. Теперь. Обрезку смертельную, опасную. Ну, представляете, когда вот берет и все отрезает, все короткие ветки. А я еще говорю, как. Посмотрите, они, вот эти веточки, на них-то и все плоды. Вот они. А еще год, и эта ветка будет пустая. Почему? У нас никогда не было и нет колновидных абрикосов. И исключено. Год-два, и эта ветка пустая. Просто стоит голая. Она не обязательно сразу отсыхает намертво. Но она больше не плодоносит. Она уже прекратила это положение позади. Но дело в том, что отрезать их теперь все подряд. И для этого что использовали? Когда человек, вот это, я почему обидно вам не говорит, за нас всех. Вот. За новичков, пожалуйста, обратитесь серьезно к этому вниманию. Ведь вы же опять 100 тысяч увидите. Этих самых просмотров. Значит, эти все люди научились отрезать веточки, которые еще неизвестно дадут, плоды не дадут, но рану уже точно дадут. Вот. А их же сотни. А их приказано все отрезать. А самое обидное, значит, что берется эффектная фотография. В данном случае, железо. Почему я прицепился к этой статье? Фотография моя. Вот. И используя, ага, любой человек скажет так. Ну, вот человек написал статью, сделал в своем саду фотографию, значит, у него... Значит, надо резать. Он резал, получил результат. Первую, вторую фотографию. Их там три. Опять моя. Сразу можно не узнать. Вот. Давайте посмотрим. Самое страшное. Летняя обрезка. Человек думает, я буду лет обрезать. Для меня это смертельная обрезка. Вот. Она сильно жить с деревом сокращает. Не сразу, но быстро. Несколько лет. А здесь получается, ну, раз он вот эту фотографию растил, этот абрикос, значит, все правильно. Он прав, надо лететь и обрезку делать. А это вся фотография. Внимание. Вот она. С линейкой. Взято где? С моего этого самого, с моего сайта. Смотрим дальше. Вот она, полный рост. Кто ее... Можете внимательно разглядеть. Отрезается линейка, которая выдает хозяину, то есть меня. Еще раз. Приглядитесь. Она похожая или она? Она. Вот. А теперь давайте смотреть. Я их еще, знаете, за что терпеть ненавижу. Вредоносное заболевание. Из всех заболеваний самое вредоносное комедитечение. Друзья мои, ну, почему среда святовичков миллионы людей научили. Увидел комедит, берет в руки нож, стамеску. Вот. Шпатель. До старты бритвы точишь. Шпатель. И начинает вырезать. Еще раз. Комедитечение. Самая лучшая защита дерева. Самозащита. Самолечение. Оно эффективно в сотни раз в вашей стамеске. Когда вырежешь стамеску, все, ты угробил. Ведь туда-то теперь точно пойдет мороз. И точно часть или полностью перекроет морозом все сосуды или часть сосудов. Вот это вот. Я тут уже караул кричу. Вот здесь я злой следователь. Караул. Равнодушие, предательство. Хоть один ученый. Заступитесь за его за комедию. У него второе название. Знаете, как звучит? Живица. Заступитесь за нее. Пусть не подходят ее. Зачем деревья калечить? Зачем на это время терять? Ведь за этим следуют болезни, а опять опрыскивание. Вот. И самое главное, знаете, что я не знаю? Я не могу это знать. Вот. Это идет все так. Или я не говорю, что вдруг наука знает, что это опасное заблуждение. Что комедия течения, оно ценное, полезное, лечит деревья. Вдруг они знают? Ну почему тогда равнодушие? Это кто заступится за деревья? А если еще вот такие, как выпустите в рачке, знают, что, допустим, комедия, ой, хорошо бы это. Но они сюда не смотрят. А Юлия брата мой узнает. Сделайте кто-нибудь доброе дело. Зайдите туда, на тот канал. Вы знаете, на какой. Возьмите. Любой фотографию из интернета дернете. С этим самым. С признаками. Ну то есть с этим. Со смолой. С этой живицы. Вот. И спросите, что делать? Вот интересно, что ответят те самые, которые так не любят нас, железовых. Вот это может кто-то сделать из вас, а? Будет повод поговорить. Это не провокация. Ведь это действительно проблема. А вдруг они правда учат уничтожать. Кометь. Вот. Ну и третья фотография. Опять моя. Опять моя. Если придется вырезать усохшие ветки, истекает много комедий. Ту, елки. Так. Вот эта фотография моя, как бы фирменная. Вот она переделанная. Видите, она уже в статью попала. И человек думает, у человека вот такие урожаи. Конечно, будем калечить. Конечно. Вот. Вырезается всеми, если загущает крону. Ну, что это такое? Вот. А еще не все. Вот. Когда я посмотрел, сколько фотографий украденного, это моя фотография, получилась интересная вещь. Вот они начинают воровать. То есть, их тут... В общем, их тут с полсотни. Это вверх. Я же не мог долго все фотографировать. Так. И идет вот так... И все это моя фотография используется. Для чего? Как же думать, что именно, когда открывает этот сайт, очередной, тут их десятки, думает, что, о, у них это абрикосы растут. А сейчас для смеха. Внимание. Итак, помните первую фотографию? Я когда долистал до конца, я увидел Тимирязевская академия. Тогда я нажал сюда. И тут я вижу, да, мои, мои, вот они мои. Почему так мелко? Почему так мелко? Что это такое? И я нажал сюда мышкой. Вот сюда. А это Тимирязевская академия. Вот, не знаю. Вот это и есть вторая фотография, которая присвоена Тимирязевской академии. А теперь я хочу еще пару слов. Очень мало рассказал сегодня. Как всегда, правильно. увольняйте меня. И я хочу спасти Тимирязевскую академию. Ее закрывали. Народ вышел с плакатами «Руки прочь от науки». Вот. Испугались, сохранились. Завтра все равно закроют. Дело в том, что я вбиваю гвозди в этот гроб. Почему? Вот. Напоминаю. Почему вы на вашем сайте фотография железа. Помните эту самую? Фотографию моего этого Серафима. Ответ Агронова, который отвечал за продажу саженцев. Ответ его был такой. Потому что это у нас нет урожая. Тогда ему был задан вопрос не мной, а моим этим помощником. А как же вы выращиваете сад, если у вас нет урожая, значит осаженцы есть. И все на этом. А вот как бы не узнать-то, как они, вот еще одна фотография присвоена темиряемцами, а как они выращивают, когда у них нет плодов? А как они выращивают? Я все понять не могу. Вот этот момент, а вот это уже вторая. Как я хочу спасти? Итак, значит, есть группа товарищей, моложе меня, Рекарин, вот, я называю его Суперсона, вот, серьезнейший мужик. Он же выше образования, это есть Савини, через, как говорится, безгоду неделя кандидат наук, есть Сергей Железов, вот, без него выращивать этот сад вряд ли не получится, он лучший в стране привальщик, это я вам говорю, вот, ну, один из лучших, ладно, один из лучших привальщиков, да, вот, и, и, и образование с ограном, это же то же самое, что когда-то спасали сибирские дивизии в Москву, помните, как, почему они спасли, ребята с детства научили белку глаз стрелять, ребята ходят на лыжах, привезли в Москву, обулим лыжи, дали оружие, вот, тех, кто белку глаз стреляет, вот, и на 600 километров отогнали немца, вот, вот это было, как спасить Аминадзорскую академию, бульдозер, вот, Тольскую бригаду, нашу, я имею в виду, кого я назвал, да, вот, еще можно прибавить, эти, ну, если рядом там живет, это, Макаров, сам Бог велел это, участвовать в этом деле, вот, слушайте дальше, вот это вот погреб, здесь, недавно пересчитывали, мы перетряхиваем банки, да, перетряхиваем, ну, чтобы застой не было, открывается крышка, у меня уже здоровья нет, погреб, помощник залазит, крышку открывает, трясет, закрывает, вот, я говорю, сколько их там, ну, там и 96 банок, трехлитровых, и, еще, у меня забиты два холодильника больших, вот, где это все должно быть, это шанс, он один исторический шанс, через 4-5 лет, все они, значит, кандидаты, доктора, вот, я про Елену Савельевичу, вы знаете, про Рыкалина, про Сергея, вот, естественно, не просто так их надо позвать, их надо еще заинтересовать, вот, и обеспечить квартирами, и такой зарплаты, вот, и сказать, рискнем, вот, пять лет, и параллельно, уже за эти пять лет, даже раньше, можно вырастить сотни студентов, которые тут же будут, кто работает, после бульдозера работы всем хватит, если пройти с бульдозером, но каким хреном, когда я еду от Савельногорска, то есть от Абакана до Москвы, и от тупости, от скуки смотрю, в окна вагона, везде один сплошной этот самый, хвойный лес, открываю в сайте Минецкой Академии, что вы выращиваете, вам что, сосен берется, эти самые, кедров не хватает, в тайге, вы лучше побеспокойтесь, чтобы их не выпиливали, сотни гектаров, толку от того, что вы вырастите, пятьдесят или сто, какие бы они красивые не были, в Абрикосы вырастить, тот, как я вам сказал, есть у нас Абрикосы, только вот, плодов нет, мы не смогли фотографии сделать, это что, не анекдот, вот он говорит, злой полицейский, вот он, и через эти же пять лет, молодая поросла студентов, молодая поросла, а Елена Александровна, учитывая ее, так сказать, внешность, извините за вражение, хорошо подвешенный язык, невероятная грамотность, вот, начиналось с того, что она, теперь янка, путинская, это что, хухры-мухры, вот, потом красный диплом, этот самый, сейчас она, вот-вот станет кандидатом в наук, вот это все, вот это все, можно перенести еще на телевизор, вот все, что я говорю, это же можно на телевизоре, только уже не мне, старику, а молодежи, лекции читать, это на вся страна покроется садами, мне осталось 12 минут, я что хотел, сказал, вот это вот, видите, а теперь еще детали, подарки в студию, у меня две племяшки, вот, они подрабатывают, да, а как же, вот, они, значит, сейчас, что она делает, она занимается сертификацией, в данном случае, она занимается сертификацией, черешни, дату запомнили, 18 января, значит, за 3 месяца, до предполагаемой высадки, вот, возможно, за 4 месяца, потому что, еще раз, страна большая, где-то цветут деревья, а где-то снег лежит, это сильно большая страна, вот, садим в 3 климатических зонах, вот, от Сочи, и до, от Крыма, и до этого самого, до приполярных округов, это вот раз, теперь, что такое подарки в студию, я сейчас, что делаю, это я делаю, автоматом, секретов нет, мне приходит очередная, сейчас покажу, мне приходит очередная, заказ, я выполняю, общитываю, не дешевая, нет, что вы, и дешевая, почему, потому что, некоторым косичкам, цены не, сами убедились, вот, сейчас я попробую туда перекинуться, а, вот, и вы тут, что сейчас увидите, сейчас вы увидите, вот это вот, вот это вот, а, вот, 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 в каждую посылку, семенами, черенками, не зависит, сверхзаказа, бесплатные семена, и я, извините за выражение, я себя, полушутя, полусерьезно, хохлом называю, сказать почему, я учился в украинской школе, я был сын русского военного, и украинской мамы, по маме я дотяга, по отцу я железо, вот, значит, хох, украинские дети меня называли кацапом, а русские называли хохлом, правда, бить не били, но обзывались, 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 так вот, я сейчас себя по, это, шутливо называю хохлом, а я не имею достаточно хохлом, это почему-то обидная кличка, а у нас не было обидной, вот, ну, обзывали меня хохлом, ну, ничего, вырос, ничего, все равно Украину люблю, так вот, значит, косточки абрикоса маджурского, 10 штук в подарок, косточки китайки красно-синий, 10 штук в подарок, семечки груши усулиська, 10 штук, а почему я дарю подарки, а вот поэтому, что я себя хохлом назвал, внимание, значит, в скобках, по двое, по двое, по двое, несколько чек, как, про груши написали, а вы теперь давайте эти, присылайте черенки груш, я по двое вырастил, вот, это касается, и китайский красно-синий, это касается, маджурского абрикоса, значит, в этом году я вас сажаю на иглу, вот это я вам дарю, предлагаю за 100 рублей брошюру, ну, поверьте, а эта брошюра того стоит, сейчас у меня заканчивается моя лекция, а я еще не заработал ни копейки, вот видите, вот, клянусь Богом, половина, кто прочитал, промолчали, половина сказали, ценнейшая вещь, клянусь Богом, в день и в день и сказал, что зря 100 рублей выкинул, поняли, да, вот, теперь смотрите, то, что сделала, вот она, маджурские, китайские, это самая подвойная, красно-синий, самая подвойная, гусульская груша лучше не бывает, подвойная, и 100-рублевая брошюра, она там стоит, ну, а дальше, в случае согласия, ну, вот, пересылка посылки, двойной упаковки, сейчас я к ней, быстренько перескочу, про подарки в студии я сказал, смотрите, итак, к сожалению, это деньги стоит, вот, я пытаюсь, чтобы вы со мной эти расходы разделили, видите, вот эту упаковку, семью, вот, это большая упаковка, которая закрывается, в кончатном виде, посылка, вот, видите, вот здесь вот, она начала собирать посылку, вот, вот, за это я плачу, за это я плачу, видите, вот эту вот, ролл с этим самым, с пупырчатой материи, и за это я плачу, вот, ну, и за работу плачу, так что, извините, вот, и, наконец, наверное, на сегодня последнее, дело в том, что смотрит этот товарищ, который спросил, сколько, по этих самых, сколько, посек на пол, полуметровом черенеке, ему ясно, для чего, если он занимается почкой, он почти каждый может использовать, вот, почти каждый, а, тут, обратите внимание, раз, вот, есть, где совсем мало почек, а, где густо-густо почек, мне трудно будет дать ответ, я решил, вот, посмотрите, и все, теперь, еще смотрим, вот, это вот работа, с черенками, это промежуточная работа, вот, еще и такую пленку покупаю, это я четвертый палец загнул, видите, еще и такую пленку покупаю, и, наконец, вот, самый разгар работы, теперь, следующее скажу, вот, это я говорю, вот, это уже следующая тема, страшная тема, но уже, знаете как, я когда вижу вот такой вот, вот, этот секратор, мне трясти начинает, вот, научили его, те же темирязвики, вот, в том числе, смотрите сюда, это последняя тема на сегодня, вот, ну, ведь само собой, что я продаю костики, продаю черенки, они того стоят, качество, может, даже сейчас видно, так, далее, самое главное, если, вот, взять, вторая половина ноября, когда морозы уже были серьезные, деревья уснули, декабрь, январь, февраль, март, значит, ни одного проклятия вы не услышите, вспомните несколько случаев, шло 2-3 недели, крайний случай месяц, уже забыли, уже потеряли, уже собирался второй высылать, человек получает, говорит, все в порядке, все, все нормально, второй посылки не надо, вот, теперь, берем такой крайний случай, и так, человек, предъявляет претензии, не ко мне, потому что я уже забыл, когда последний раз предъявляли, у меня был случай, я высылал деньги обратно за, за диск, даже не за обрукованный диск, ну, действительно, пришлось 300 рублей высылать обратно, а за то, что человеку содержание не понравилось, а знаете, как ему не понравилось, у меня есть пара минут, послушайте, вот, он все проглядел, я пишу, то есть там рассказываю, садить на холм, говорю, вот весь лес на холмах сидит, все дикари, вот, перекапывать не надо, резать не надо, вот всех просмотрел диск, снятый мной с телевидением, который был показан несколько раз по телевидению, так, профессиональная работа, все, все считалось, у меня это, я столько друзей приобрел, весь город при меня узнал, и даже вся область, это, в смысле, Хакасия, вот, а человеку что не понравилось, сказать? Да это ж настолько элементарно, чего вы мне тут это, это, заберите диск обратно, я говорю, ну, выбросила, то есть, человек, который, вот все, что я говорил, это настолько, не то, что у него высшее образование, просто я говорю о полиментарных вещах, вот зачем я должен это говорить, любой дурак должен знать, что эта ветка дерева родила, это генетика, нахрена он подошел с секатором? И когда вот человек посмотрел, мы эти, мы сюжеты, фильмы, все, как сажают, вот, а что мне новое сказали? А оказывается, если бы людям не вбивали в голову, вот это вот, раньше-то садили, как говорится, как посадил удачу, посадил неудачу, но раньше они калечили специально, вот, и мне действительно пришлось диск вернуть, деньги за диск вернуть, он человек, диск, который смотрели тысячи людей, это же телевидение было, тысячи, десятки тысяч людей, вся Хакасия смотрела, вот, Юг Краснодарского края смотрел, и вроде по делу, а сейчас сказал, ты что, элементарщик, что ты тут, что ты тут, рассказываешь простые вещи, зачем я тысячу рублей отдал, вот это было, и на последнее, теперь смотрим на членки, и так, в этот период, до марта это точно, апрель как повезет, спящие, ничего не будет, и вот однажды случился такой случай, я говорю, я про коллективного, как его называем, коллективного оппонента, вот, не все ж меня любят, а и вот это коллективного оппонента, значит, человек предъявил претензии, ты мне членки выслал, плохие, причем самого письма не было, а ответ мне прислали, и вот этот оппонент, так, он человеку сообщил следующее, присылайте мне обратно, чередки, вот, я посмотрю, и деньги вам вышли, вот, а теперь, как должно быть, я говорю, на будущее, чтобы был авторитет, потому что, действительно, чего есть, то есть, я такой авторитет заработал, я не могу позволить себе ни одну обмануть, я уже жал себя, говорю, да что же такое, нигде не обманешь, вот, попробуй только, а здесь получается, если человек, допустим, получил претензии, чередки, видимо, были не совсем хорошие, хотя странно, зимой, как их можно угробить, вот, ну, ваш почерк подвела, бывает, он говорит, пишет, высшите мне обратно, но он должен был добавить вторую фразу, я вам сейчас вышлю 500 рублей, так, пишите мне чередки, ну, человек уже потратил деньги, чередки надо или выбрасывать, я так понял, из этой переписки, или высылать обратно на экспертизу, скажем так, опытному человеку, который этот, продавец, вот, напишите ему, вот вам 500 рублей, высылайте, я тогда действительно посмотрю, а если еще, я увидев, что они, а то получается, я знаю, что в таких случаях бывает, человек просто выбросит и все, ему опять, представляете, точно так же паковать, а он сможет вот так вот, вот так вот, и легко придраться, да, это самое, придут, мало того, что они уже гуляли в тепле сколько дней, а потом обратно опять в тепло, опять гулять, и где гарантия, что человек вернет деньги, нет такой гарантии, значит, что получается, хочешь, чтобы авторитет был, пожалуйста, гульти чеку 500 рублей, чтобы он тебя вернул, в порядке, поняли, как надо, а это горькая правда, но я же не обиделся на чека, чек решил, что действительно, ничего нового в диске не сказал, дураку ясно, зачем почву перекапать, зачем на холмы садить, вот получается, он ничего нового не узнал, а вот как же получается, что это, ладно, и смотрите, в общем, я закончил на сегодня этот разговор, так, вот, вот эту тему придется продолжать, как я ненавижу эту обрезку на кольцо, и сейчас еще, простите, я еще добавлюсь к слову, итак, мой коллективный оппонент, ну, это, может жить в довольно комфортабельных условиях, я тогда придумал, вот, вот такую вещь, про это мы проходили, да, температура практически одинаковая, Новосибирь, Челябинск, нет, Челябинск теплее, Абакан, Саваногорск, всего на градус, средиземная, майной, Черабужск, всего на градус, и Костаян всего на градус холоднее, да, тогда и вот все, сейчас мы, все равно, обычно, еще не 10 минут, очень важный разговор будет, именно сегодня, почему, итак, возьмем Шушенское, почему нам нужно, не местечковое, а именно, смотреть взглядом, вот я назвал себя дежурный по России, мой, этот самый, друг, допустим, я до него не дошел, ну, в следующий раз зайду, вот, есть у меня дежурный по Казахстану, есть по Подмосковью, есть по Калининграду, и вот, и везде разный климат, и давайте просто, ради интереса пробежимся, даже по маленькому-маленькому региону, совсем маленькому, вот, во-первых, это очень важно, ну, 20 минут, ладно, вот, то взятик нам на колобов, это говорит о чем, почему у меня не сильно теплее, тут и Енисея, теплое все, почему не сильно теплее Новосибирска, чуть-чуть, и Красноярска, вот он, Новосибирск, вот, и вот он, Красноярск, почему, цифры не я придумал, а потому, что у нас котловина, она владает свойствами, давайте вспоминать, значит, когда вы садите деревья, выбирайте там, выбирайте склоны, выбирайте холмы, выбирайте возвышенности, только не садите его в котловину, вы помните, и вдруг котловина, когда приходит тепло, красота, когда приходит холод, мороз, он обычно, до какого-то времени, котловине, и вдруг он пошел дальше, уже смотришь, Красноярске тепло, это у меня наблюдение многолетнее, практически ежедневное, Красноярске тепло, и Иркутске тепло, в этом самом, Кемерово тепло, то есть со всех сторон, а у нас холодно, из-за этой котловины, все осталось в ней, то есть, в котловине остался мороз, и этот мороз, портит статистику, то есть, нет у нас никакого микроклимата, кроме узкой полоски, вдоль Енисея, теперь смотрим, что такое узкая полоска, я о черезных вещах говорю, я не хочу еще раз распадать, в Шушенске было минус 16, пусть это, это разово, это, а в Саиногорске было минус 2, чувствуете разницу, минус 16, минус 2, вот это вот, вот это вот, влияет на, обрезка на концу, где минус 2 и минус 16, это раз, ответ очевиден, смотрим дальше, Бея, я беру только местечковые, проблема, Бея это, последняя оставшаяся, метеостанция последняя, и там самые холодные, и я уже знаю, что когда Бея будет минус 40, у нас будет минус 35, вот, это уже все, я сразу 5-6 градусов скидываю, почему, степь, и так далее, там, да и не себя далеко, Саинские алюминиевые, когда было минус 47, городе было минус 38, чувствуете, а у меня было, минус 30, нет, у меня было 39, ну, может, ночью 40 было, а там было 47, а это как раз между Бея и Саиногорском, ближе идем, черевушки, смотрите, что такое черевушки, да, Саинский алюминиевый завод, вот он, как мы переделаем климат, эти груши, я в одиночку, садил, в одиночку, мне давали двух помощниц, а я имею ввиду, это, у нас было трое, но не всегда было трое, из, давали двух помощниц, из бригады по озеленению, есть такая до сих пор, в Саиногорском, на заводе есть бригада, я говорю, давайте помощниц, я делаю огромное дело, вы потом будете хвастаться всем министрам, они не хвастались, руководители завода, это груши, я их посадил, с двумя помощницами, кстати помощница одна закончила технику, сельхоз вторая закончила, сельхоз институт, ну их выбрали, кто кончал, да я кончал, взяли подчинение на несколько дней, я по договору работал, озеленял плодовыми, вот этот завод, завод управления, что я сделал, вот, выбрал, место, которое я назвал, тепловая подушка, уберем завод, уберем это здание, и они замерзнут, очевидно, очевидно, тогда что получается, мы пока с вами посмотрели, СААС, черебушки, я в черебушки, поехал, в самые лучшие свои годы, я был настолько, как бы сказать-то, любознательность дикая, я вижу, что это творится невероятно, с одной стороны, я вижу огромные перспективы, я вижу невероятные места, где все должно расти, а от другой стороны, ни хрена, еще и это гибнет, вот, вот это я видел, я поехал к директору, или как-то там, заведующему, черебушкиной, а тогда еще была, черебушкиная, черебушкинская, метеостанция была еще, кроме БИИ, вот, ну, стройка же была, понятно, и к ним еще, они подчинялась, еще метеопост, в деревне, деревня, сейчас скажу, у меня такая память, я всегда помню, сейчас, ну, сейчас помню, это у меня уже, вот, ну, короче, на берегу Енисея, вот это я опозорился, где-то написать это слово, сейчас, ну, которая вот сейчас, казаки, 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 казаки его еще, слово такое очень, казаки его, ну, сейчас по ходу, потом вспомню, так вот, значит, я прихожу к директору, объяснил, это очень важно, вот, я еще обращался к этим, как работает этот самый, по какому графику сбрасывает воду, потому что я на острове закладывал сад, тот самый сад, не маленький, вот, я про него не раз рассказывал, с тоской, с горем, пополам, вот, и я проехал разбираться, и вот он мне дает справку, то есть я узнал, что в черевушках, саму, я уже знал про Боддера, я знал, что там, но некоторые детали я не знал, я потом узнал, это тоже интересно, про Боддера уже знал, и вот он мне дает, в общем, в черевушках минус 30, а ниже практически не бывает, вот, даже в горах, вот, ну, там такое, знаете, как котловина получается, там, рядом газ, рядом плотина, она дышит, дышит прям, вот, вокруг действительно все греет, это Саиногоск уже пониже, все-таки 30 километров, это не шутки, пониже, а там, да, и вот, дает мне справку, она у меня где-то в архиве есть, и я посмотрел справку, а Метеопост, вот, значит, находится как раз там, где была переправа лодочная, и Саиногорцев, Шушинская переправлялись на лодке, означено, господи, означено, вот, переправлялись на лодке, и дальше пешком, километр через лес, и садились на Шушинский автобус, ну, было времена такие, это самый удобный был способ, а, я сколько раз, я переправлялся с Урилом, там, поохотиться, я несколько раз видел женщину, которая с линейкой, специальной линейкой, заходила в воду, я спрашивал, а что вы меряете? Она говорит, я меряю уровень Енисея, я, это, работаю, это Метеопост, вот, и тогда он мне дал справку, где самая низкая температура была, минус 38, по-моему, и 5, за все-все годы, за все-все годы, вот, потому что, в Метеопосте, соответственно, там мерили и каждый день температуру воздуха, вот, и тогда я сказал себе, еще раз, Шушинская минус 16, Садногорский минус 2, имеет ли значение, для Шушинского, вот это вот обрезка на кольцо, это еще не все, вот, сейчас до конца скажу, и будем заканчивать, с этими стекловыми подушками, все ясно, майна, пробовали, майна, выращивать черешни, оказалось так, треть майны, грунтовая вода, вообще ничего не растет, а люди даже не знали, садят гибнен, садят гибнен, они даже знали, что майна, место уникальное, но нельзя садить деревья, деревья с глубокими корнями, со стяжелем корнями, раз, и я нашел две черешни, я даже там умудрился черенки выпросить, вот, одного было от Ботнера, вторая неизвестно от кого, они были, плодоносили, но были, уже обмерзшие, знаете, такие деревья, полуживые, они уже, на них было смотреть, без слез нельзя, но мне показали, не подарили, а показали банку с черешниевым компотом, настоящий черешни, это было, то есть, это был предел, ниже уже черешни было делать нечего, вот, считается, это при том, что неизвестно, на чем привиты черешни, и так далее, так вот, смотрите, Челябинск, Челябинск есть холодный, есть теплый, я это знаю от Латинкова, Нижний Новгород, пишет мне, товарищ, на уровне, этого самого, земли, померил температуру, минус 52, холодно не стало, Кубань, лет 10 назад, фильм по центральному телевидению, значит, половину сортов вымерзло, догадываетесь, что такое, ран и без ран, вот, Юг Урала, в этом году, минус 50, Красный Хутор, самая теплая зима за все годы, пока, минус 35, то есть, там, я даже, это самое, по-моему, несколько персиков укрыл, наверное, зря, вот это я хотел сказать, и, наконец, это надо каждому из вас, особенно профессионалам, особенно людям, которые, маленечко, хотят уникнуть, вот, можно 10 лет иметь, минус 30, а на 11 год иметь, минус 40 и мертвый сад, я все к тому, и почему, вот это я еду, Красный Хутор, вот, это была серия замеров, Троценко, мне не верил, и правильно, вот, я говорю, у меня холоднее, донес гораздо сучу, чем майни, вот это майнинский ключ, вот это заправка, я остановил машину, я ехал в Хутор, минус 18, вот, приезжаю в Хутор, сразу бегом мерить, и фотографировать, вот это да, вы узнаете, но, обратите внимание, здесь пятая, вы скажете, железов не ворочь голову, оппонент скажет, здесь пятая, а, мы мерим вдвоем, селя Александра, 6 января этого года, 21, так, ну, подумаешь, здесь сколько там, минус 30, да, вот, скажете, ну, попался железов, потепляло, похолодало, вот, а мне нужно было, практически, не надо сказать, подтвердить, как можно быстрее померить, чтобы, ну, что там, за пол, все за час может измениться, с температурой, ну, на градус на два, и тогда еще раз, пятая, минус 18, судя по тому, я еду в хутор, иначе я подогрел его бы с той стороны, вот, вот, как есть, и если это, а я ехал только утром, приезжаю в хутор, внимание, пятое, минус 28, вот, и получается, что, последнее, вот, Торценко меня замучил, он никогда не стал бы писать третью книгу, если бы я его где-то в чем-то обманул, это для него дело, и так день задел, день задел, день задел, вот, ну, это крайний случай, когда от 17 сразу, на 11 градусов разница, да, или на 10, на 12, вот, это крайний случай, а обычно на 5, на 8, начал разбираться, холодный воздух идет, стекает, рядом гора, с горы, раз, вот, постоянно смотрю, куда идет этот самый, ну, надо же разбираться, я же не могу обмануть человека, он книгу пишет, вот, а мне главное, чтобы совесть было чисто, смотрю, куда идет сквозняк буквально, сквозняк, на ту сторону идет пары, 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 вы видите, сколько я фильмов снял, на берегу, вот они, пары, 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 они идут на майну, то есть, с этого берега на тот, идет холод, по пути нагревает, тенисей, вот, что было, то было, и, наконец, последнее, один и тот же, один и тот же, например, та же гора, горы, это чудо просто, это, я разгадал секрет, этого, червышек, вот, но вначале, я сказал следующее, первый год, я еще тут же не успел приехать, я сразу в ружье, и сразу в горы, вот, а рядом с этим, с поселком, иду, ну, вот они, лютики уже, вот они, распустились, иду, иду, обхожу гору, иду, иду, вот, пошел снег, вот уже по колено, вот я стою в снегу, по пояс, матерюсь, и выхожу обратно, ну, снег уже мокрый, но по пояс, то есть, я застрял, я еле выбрался оттуда, и это, в течение одного часа, так же, как здесь, чувствуете, вот это может быть, не только там, но это может быть, с одной стороны горы, а это может быть, с другой стороны горы, понимаете, еще и это влияет, не только незамерзающие детей, и тогда я сказал себе, еще момент, два случая, значит, людям дали дачи, это был ужас, потому что, я не знаю, как это можно было, в глухой тайге, дали дальше, люди расчертили, а я знаю, дружу со всеми, вот, расчертили на квадраты, геннезисты, люди взяли бензопилы, и начали выпиливать, вот такие сосны, эти, березы, вот такие вот, выпилили, значит, давай разбирать, давай эти самые, садить овощи, но овощи, что там не вырастить, вырастили, а плоды, извините, хрен, догадались, да, восточные и северные склоны, вот, до самого июня, лежит снег, вот вам и дача, вот этот момент, и наконец, секретом секретом, я раскрыл, как, несколько лет, я недоумевал, ну, где-то застряло в голове, значит, вот они, понятно, у меня бывало, несколько лет, когда не было абрикоса, вот, вспоминаем, один раз торговал абрикосами от пианиста, и один раз торговал абрикосами от Бродского, все по-честному, в колене что-то было не так, так, вот, был год 50 на 50, то есть, выходим вот с этой дамы, вот, по саду, значит, это есть все, зафиксировано, сидит, ну, почти сидит там, десятое ведро мелких абрикосов собирает моя племянница, мы подходим, я спрашиваю, сколько ведр собрала, она говорит, сороковое, но это вот такие, а мы ходили, охотили за крупные, а крупных было мало, это середина наполовину, ну, так, в тот момент, когда оказалось, что много влаги, портились прямо на дереве, вот, и тогда, тогда, значит, скопились вот такие наблюдения, когда, вроде бы, много, но мелких, когда, вроде бы, крупных, но мало, все это я пережил, да, вот, а черёбушкин, для меня было, это как гремо на глазу, сам же продал сотни, именно только черёбушкин, скажем, я продал сотни саженцев, я же давно этим занимался, они успели вырасти, вот, где-то примерно с 2000 года, даже как, раньше, чем 2000, они успели вырасти, они заплатились, и им там ни черта не делалось, у меня вот это, и я, получается, как бы, ну, как бы я, автор этих сортов, отец родной, в этих сортов, сортообразцов, вот, и тут такая одна тонкость была, это вообще, ребят, заканчиваю, а тонкость была такая, значит, проходит, а я червыские связи ослабли, всё уже как-то, да, усталость, много чего, ну, не мог я за всё ухватывать, был бы я освобождённый там, на зарплате, я бы всё знал, всё умел, и ничего бы не упустил, а тут, чёрт, и вот уже, бах, у меня нет абрикосов, я имею в виду, каких нет, вот я говорю, 40 ведер она собрала, за один день собрала 40 ведер мелких абрикосов, ну, представьте себе, если я 200 рублей плачу за ведро, вы догадываете, сколько она заработала? 200, это умножьте на это, а я не жалел денег, потому что эти же дети, это мои эти, ну, крёстные, ну, фактически я их отец, вот, раз они крёстные, вот, даже так было, это к примеру, и тогда, а крупных нету, то есть, ах, как, вот, леда не собрёт, мы ходили, прям с дерева снимали, разламывали, он показывал, а в них уже эти, черви или муравьи, то есть, это самый случай, когда совершенно немыслимая влажность, всё лето, дожди, 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 всесоюзный курорт Шира, без этих, без курортников, негде, загар, когда, не дожди, холод, даже это было, и тогда, вдруг, получается так, так, следующий год, вообще пустой, вообще пустой, я к этому пианисту, набираю, ёдра, 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 продаю, мы оба зарабатываем, мы оба счастливы, дальше, такой год, когда пусто, я иду на рынок, смотрю, а на рынке продают абрикосы, откуда с черёбышек, а у меня-то они, какие были, уже закончились, уже отошли, я гадаю, как же получилось, что в черёбышках теплее, а они позже меня, моего, позже моих плодоносят, по времени позже, меня это заинтересовало, и таких случаев было не меньше трёх годов, есть у меня абрикосы, а через неделю у меня закончились, а там только люди везут, а их у меня совсем нет, а там есть, и меня встречает Константинович, вот же твое это дерево плодоносят, и продают наглую абрикосы с моих саженцев, это всё было, вот, далее, почему позже на неделю, тогда я прикинул, что такое за черёбышки, где за все 40 лет, было всего не больше двух-трёх лет, когда они не плодоносили, то есть, места есть, это из книги, цитирую книгу, в местах, где абрикосы являются эндемиками, в местах, где есть промышленное производство абрикосовых плодов, даже там, это подчёркивалось, имеется 2-4 урожая на 10 лет, настолько капризящая культура, а черёбышки из 10-9, это уж точно, вот, это да, меня это заинтересовало, и так, водохранилище, минус 30, ниже не опускается, раз, сейчас закончу, это очень важно, вы будете, сейчас человек, которому 250 гектар ко мне обратился, человек, который 5 гектар, человек, которому 50 гектар, для них это не шутки, такие деньжищи, так вот, обратились ко мне, дальше, значит, это, последнее, я 2000 косточек выслал, только косточек, слушайте дальше, значит, первая, температура, или как там, ну, в общем, климатическая зона такая, что в минус 30, ниже практически не опускается, значит, мои абрикосы, или абрикосы, там, Туторова, или абрикосы, допустим, Филиппио, могут там замёрзнуть, даже цветочные почки не замёрзнут, это уже факт, исторический факт, как говорил этот, вовочка, исторически сложилось, раз, второе, очень самые большие склоны, там многие террасируют свои участки, потому что ходить невозможно, вот, настолько они крутые, там вообще не задержится вода, и многие люди, не зная, что такое холмы, ничего про это не зная, они просто садят, и у них всегда чистые корневые шейки, это два, и почему позже, почему немаловажно, тоже ведь могут попасть по заморозке, минус 30, это ещё не гарантия от весенних заморозков, хотя было у меня минус 40, а там 30, вот, а потому что смотришь, гора, надо бы пару фотографий, ладно, верьте, гора, в одном месте солнце до обеда, а с обеда сад закрывается тенью, теперь смотрим, гора вот такая вот идёт, полукругом, в другом месте с утра тень, тень, уже полдня прошло, а солнце ещё в тени, то есть солнце ещё не пробилось, с обеда пошло солнце, что получилось? Правильно, искусственная, а на самом деле, естественная задержка сроков цветения, и вот вам три, первое, склоны, второе, склоны, первое, климат 30, не замерзает цветочной почки, третье, цветение с опозданием, и с 10 лет 9, вот так абрикоса, вот, и потом Елена Александровна подтвердила, есть там такая дама, её зовут Милена, она, Елена, у неё снимала, вот, ну, там, свои были дела, они подружились, та дама тоже непростая, у неё свои саженцы, свои розы, и что там только нет, и вот она мне однажды сказала, разговор зашёл, а Железова сказала, а всё, что мне плодносит, это Железова, и я поехал к Милене, и приезжаю, вот, потому что иначе умурл от любопытства, делать фотографии, поговорить, подружиться, вот, и вот мы ходим по саду, у неё 6 или 7 абрикосов, урожай дикий, и вдруг она мне говорит, а у меня ещё и дочка, пошли бы к дочке, а у неё опять, 5-6 абрикосов, ковром, самое страшное, что весь этот урожай пропадал, вот, вот такие дела, всё сказал, я как бы образно рассказал о всех вариантах, так же как Челябинск, вот, южный склон, то есть там холодная зона, тёплая зона, вот, попробуйте в холодной вырасти, ну, Латинков растил, наверное, но это Латинков, вот, всё надо так привить, чтобы отражения не было, это не каждому дано, вот, и, наверное, на моё время истекло, 26 лишних минут, я не знаю, помогло вам, нет, а дальше о чём мы будем говорить, а вот объедом, вот, представляете, крутейшие санаводы, кто, классика, отрезайте центральный корень, всё, хватит, а то мне сейчас трясти начнёт, вот, я пытаюсь заступиться за деревья, но мне не всегда удаётся, не всегда, так, сейчас мы с вами будем перебираться, знаете, куда, мы с вами сейчас, вот, заказ черенков, дар небес, шалах, ой, рассказать вам историю шалаха, нет, не буду, время вышло, вот, пожалуйста, черенки меня уже заказывают, вот, эх, таких людей теряем, я бы рассказал про абрикос, дар небес, ой, всё, не буду, просто времени нет, давайте мы сейчас с вами попадаем ко мне, в ту комнату, и делаем 5-минутный перерыв, ах, я вас сегодня достал, самое интересное, что мне это интересно, но я не уверен, что вам, а может быть, давно отсеялись, те, кому это не надо, просто отсеялись, так, друзья мои, отпустите меня на 5 минут, сколько я хотел вам рассказать, сколько я хотел вам рассказать, сколько я хотел вам рассказать, 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 ай, у меня их несколько тысяч, уже сколько денег потратил, я их высылал в эти, в редакции, а редакции говорили спасибо, и не печатали, а потом начался бум Железова, разом как начали печатать, я стал модный самый в России, а потом поступила команда ФАС, остался один, остался один Реблик, кто меня печатал, я посмотрю здесь, он с нами, нет, никогда не забуду, никогда не забуду, Александр, если вы с нами, нет, я это всегда с оглядкой на вас забыл себе не сказать, не вижу, в прошлый раз вы были, в прошлый раз вы были, жалко, ну ничего, надо записи посмотреть, мало ли, что дела, 5 минут остаемся, Субтитры сделал DimaTorzok